Всем привет! В эфире Универ Ньюс в студии Аделя Шамилова. Прямо сейчас я и наши корреспонденты расскажем тебе о любопытных подробностях жизни Казанского федерального университета. И не только. Смотри, что ждет тебя сегодня. Ты же юрист. Будущие адвокаты и следователи показали, на что способен закон. Она работала, не зная выходных. Известно имя лучшего пропорга Казанского университета. Спорт – это красиво. Казанские студентки разыграли жаркий матч в стенах КСК КФУ Уникс. 18 февраля в КФУ состоялся российский этап международного конкурса юридического консультирования. Студенты показали не только свои знания правовых аспектов, но и знания английского языка. Как это было, ты увидишь в сюжете Дианы Шиловой. Казанского федерального университета. Это самые различные вопросы и отношения, самые разнопланы, очень часто которые переходят в юридическую плоскость. Непосредственно в российском этапе приняли участие 10 команд, которые съехались представить свою юридическую школу и проявить истинное мастерство в правовом консультировании. Участвуют города, практически представляющие всю территорию Российской Федерации. Крупнейшие главные школы Москвы, Петербурга, Калининграда, Саратова. Ближайшие регионы, безусловно, Ульяновск, из Башкирии у нас команды представлены. То есть в принципе мы говорим о том, что география конкурса на сегодняшний день всероссийская. В качестве судей на российский этап приглашены зарубежные специалисты, практикующие юристы международных юридических компаний, а также преподаватели ведущих вузов России. Суть конкурса заключается в моделировании юридической консультации, где двое студентов выступают в роли профессиональных юристов, к которым обращается клиент с вопросом, требующим квалифицированного правового решения. Консультация проводится только на английском языке и ограничена по времени. Студенты, они играют, они моделируют реальную консультацию. За 45 минут им необходимо продемонстрировать как возможности своей по организации процесса консультирования, так и очень качественный правовой анализ, умение исследовать фактические обстоятельства, выявить наиболее проблемные места, понять, что же нужно в данном случае клиенту, в чем его потребность. И очень важно сформировать решение, предложить решение проблемы. Команда-победитель International Client Consultation Capitation Russia 2017 получит возможность представить Россию на международном этапе конкурса в апреле 2017 года в Англии. Диана Шилова, Леонард Блитяров, Универньюс. Около сотни студентов из разных институтов КФУ в школе профсоюзного актива на протяжении трех дней не только пополняли знания нормативно-правовой базы для работы в профсоюзе, но и стали одной дружной, сплоченной семьей активистов университета. Кто получил звание лучший профорг КФУ, узнаешь в нашем следующем сюжете. С 16 по 18 февраля на территории детского оздоровительного лагеря «Пламя» города Казани была проведена школа просоюзного актива «Золотой актив», в рамках которой состоялся конкурс «Лучший профорг» Казанского федерального университета. В течение всех дней были проведены мастер-классы по подготовке и проведению социологических опросов по информационной работе органов студенческого самоуправления и схеме мотивационного выступления. Финалистам конкурса «Лучший профорг» предстояло на протяжении трех дней справиться с пятью испытаниями. Инфографика, автопортрет, социологический опрос, блиц и сюрприз, где необходимо было проявить все свои умения и навыки, а также достойно представить в себя свой институт и работу в профсоюзной организации. Посетив мастер-класс «Интервью», где они научились не только правильно задавать вопросы и отвечать на них, но и оценивать все сказанное респондентам, ребята успешно справились с последним этапом конкурса. В этом году был большой конкурс. Было несколько человек на место. Было не так просто попасть в эту школу и стать конкурсантом конкурса. Хотелось бы, чтобы после этой школы наша та семья, вот большой студенческий Казанского федерального университета, те лидеры, которые здесь сформированы, они действительно ввели наш университет, наше студенчество в направлении, в достижении новых результатов, чтобы реализовывались новые проекты на благо студенчества нашего университета. На торжественной церемонии закрытия школы «Золотой актив» 2017 года были подведены результаты, выявив топ-15 лучших активистов данного мероприятия, а также победителя конкурса «Лучший профорг» КФУ. Так, звание лучшего профорга получила Алла Абросимова, студентка Института социальных философских наук и массовых коммуникаций. Это очень для меня радостное событие, тем более в начале года, то есть так начать год 2017, я думаю, что дальше он пойдет, теперь вместе с правкомом все дальше лучше и лучше. Эмоций на самом деле много, здесь чувство и благодарности, и чувство ответственности теперь большое. Мы «Золотой актив»! Елизавета Евтифеева, Ольга Солюкова, Ильнас Габдрахманов, Универ Ньюс. Негосударственные учебные заведения Казани должны объединить в едино весь потенциал и создать абсолютно новое студенческое пространство, заявляет лидер студенческого совета ТИСБИ. Эта идея была заслуженно оценена на Всероссийском конкурсе студенческого самоуправления в Ростове-на-Дону. Чем запомнилось прошедшее мероприятие в этом году, узнаешь в нашем следующем сюжете прямо сейчас. Всероссийский конкурс на лучшую организацию деятельности органов студенческого самоуправления, проводимый в Ростове-на-Дону, подошел к концу. Стоит отметить, что данное первенство проводится уже на протяжении 10 лет в целях развития и популяризации деятельности органов студенческого самоуправления. В финал были отобраны 72 заявки из 42 субъектов Российской Федерации. Студенческую самодеятельность казанских вузов представили сразу 4 университета. И не зря. Ведь каждая команда привезла своим вузам почетную победу. Два лидирующих места в номинации «Лучший орган студенческого самоуправления» разделили Союз студентов и аспирантов Кнету Кахты и Координационный совет Казанского федерального университета. Третье место в номинации «Лучшее научное сообщество» завоевали представители Казанского государственного энергетического университета. Ну а самым видным и амбициозным лидером студенческого самоуправления, по мнению компетентного жюри, стал председатель студенческого совета ТИСБИ Тимур Галеев. Я рассказывал о деятельности себя как председателя студенческого совета. И было также второе конкурсное испытание – это БЛИЦ-турнир на знание нормативно-правового поля студенческого совета. Ну то есть нормативно-правовые основы студенческого самоуправления в нашей стране. Ожидается, что на основе лучших практик, представленных финалистами конкурса, будут выработаны рекомендации для совершенствования работы органов студенческого самоуправления в регионах России. Председатель студенческого совета Казанского университета управления ТИСБИ предлагает внедрить в Казани совершенно новый портал для казанского студенчества негосударственных учебных заведений. Мы сейчас объединяем все государственные университеты нашей страны, именно студенческие советы, и развиваем их, потому что в таком, грубо говоря, частном секторе образования не очень развито студенческое самоуправление. Данный конкурс в очередной раз стал не только ярким и запоминающимся событием в жизни студентов нашей страны, но и успешно подтвердил статус масштабной площадки для обмена опытом и совместными решениями проблем российского студенчества. Аделя Шамилова, Роман Самарин, Универньюз. Давайте окунемся в мир спорта и узнаем, как сыграла женская сборная Казанского университета по баскетболу. Все подробности в следующем сюжете. В КСК Уник состоялась игра женской сборной по баскетболу чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола. Команде Казанского федерального противостояла сборная энергетического университета. С первых же минут лидерства завоевала команда КФУ. Казалось, что победа уже в наших руках. Но к третьей четверти команда энергетического университета стала заметно догонять нашу сборную. Однако баскетболистки Казанского федерального вовремя смогли собраться и одержали победу со счетом 51-47. Были хорошие отрезки у команды университета, были хорошие отрезки у нашей команды. Но в итоге все-таки в вашей команде, в команде университета оказалось немножко больше опытных игроков, которые держали всю игру и ситуацию под контролем. Для нашей команды это уже вторая игра и вторая победа. Мы в один момент собрались и в конце нам было очень тяжело. Мы слили всю концовку, но в итоге у нас получилось выиграть за счет опыта, за счет тренировок, за счет наставления тренера. Анна Глазунова, Денис Панкратов, Универ Ньюз. Вот такие дела творятся в жизни Казанского федерального. На этом мы заканчиваем. Пока-пока, держитесь поблизости.